Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо. Спасибо организаторам скотова за это замечательное мероприятие и сложные задачи. Значит, мы, на самом деле, придумали три решения, как можно попробовать решить задачу восстановления приватных ключа. От простого к слову, самый простой кейс, который мы рассмотрим, это восстановление шифрованных приватных ключа по кировогу. Следующий будет сложный вариант использования доверенного посредника. И третий, децентрализованный вариант на базовой платформе Erdo. Вот самый простой вариант. Алиса на этот момент, на самом начале, не потеряла свои приватные ключи. Она придумывает какой-то свой собственный пароль, шифрует им в приложении приватный ключ. Паспорт, который она с этим секретно передает некому верификатору. Верификатор может распечатать QR-код или отправить по e-mail. И если вдруг Алиса потеряла приватный ключ, она всегда может через приложение отсканировать этот QR-код, ввести свой пароль и восстановить приватный ключ. Все достаточно просто. Следующая, более сложная схема, когда мы в тот момент, когда Алиса придумала свой пароль, делегируем генератор приватных ключей, который на основе протокола децентрализовательства и некого рандома в виде паспортных данных, например, генерит временный приватный ключ, в котором шифруется приватный ключ пользователя. Дальше по такой же схеме передает свой данный, в случае необходимости запрашивается информация и уже имея дошифрованный приватный ключ и секрет, происходит такая шифровка как-то из QR-кодов. И третий сценарий на базе децентрализованной платформы, это когда мы делаем некий смарт-контракт, который не дает нам приватный ключ, он не восстановит приватный ключ, но он дает нам доступ к токенам, которые лежат на этом кошельке, на этом аккаунте и дает возможность перевести на новый рандрик приватный ключ, которого мы знаем. И он дает нам возможность сделать перевод на наличие Kaizen Proof, который мы предоставляем в этот смарт-контракт. Большая демка. Вот история с приватным ключом и QR-кодом. То есть вот там верификатор на фоне, который изглюбил QR-код. Код сочетался, и мы восстановили пароль, который идентичен изначально. Второй сценарий, когда мы используем посредника. Доверную компанию, например, Сбербанк, например, или госуслуги, который хранит у себя шифертекст, и мы делаем два запроса. Один хранитель, мастер ключа, случайного ключа временного, и шифертекст. И собираем себя на клиенте и вышифруем. В общем, у каждой схемы есть свои очередные плюсы и недостатки. Но так, в частности, верфины, опять же, не дают нам доступ к самому приватному ключу. Но зато с помощью ERGA мы не должны ставить в очередях и никому доверять. Наши протоколы подходят абсолютно для любой платформы. Они дают, каждое решение дают доступ к токенам. Использование протокола с привлечением доверенного посредника еще и позволяет избежать хранения на хранение и запоминание дополнительных ключей. Вот. Ну, в рамках Python как раз мы проработали эти три протокола. Мы сделали два мобильных приложения. Мы сделали New York Application и Smart Graphics на базе ERGA. И уже там, конечно, просто вопросы. Спасибо за внимание. Расскажите, пожалуйста, какие пруфы вы в третьем случае собираетесь передавать? Какие годы? Можно одну из серии 10 любимых вопросов, которые вы знаете, ответ на которые, знаете, что это вот девчонка мили-матери. А какая же защищена от перебора? Ну, точно так же в раузе. Есть вопросы. Вы сами выбираете. Есть вопросы, на первых листикулы. Чем они сложнее, защищены, тем сложнее. Ну, берется там еще дополнительно хэш-откруппы. И у нас, наверное, много делится с ним. А когда ERGA заработают? Что вы себе? Когда заработают ERGA с ней? 26-26. Да. Получается, что есть много валидаторов, правильно? В валидаторах им нужно прямо в валидаторе забанать поборь? Да. Ну, прямо к схему у нас один валидатор, либо два валидатора, если мы используем с преувеличением последних. Но, опять же, здесь может быть гораздо больше зеленогорочка. Эта история очень масштабирована. В частности, валидаторы могут быть децентрализованы. Есть протокол децентрализованного хранения приватных ключа. Нужно отвечать с моим облидатором, не нужно знать пароли, а валидатор не приватных ключ на свою вашу информацию, которую вы сообщаете. Номер посла. На слову, если никто мать ключей, который на Украине. Ну, в общем, не нужно мной порвать. Он состоялся с вами. Для людей состоялся с вами. Последний вопрос, пожалуйста. Ну, ладно. Спасибо большое. Спасибо.